крайне неприятная ситуация произошла на этой неделе bitcoin опустился ниже 43 тысяч долларов и более того он даже скизанул и упал ниже 40 тысяч долларов и сейчас очень опасная ситуация и конечно она не беспочвенная мы можем упасть вновь 30 тысячам и более того если этот сценарий произойдет мы можем упасть тогда и 20 тысячам долларов и те которые люди вошли в полностью в криптовалюту будут конечно большом минусе приветствую всех меня зовут михаил вы на канале михаил инвестиции bitcoin сейчас торгуется в районе 40 тысяч долларов но здесь у нас есть определенный паттерн который по всей вероятности хочет отработать себя тот самый паттерн медвежий вымпел обратите внимание которые по логике вшей пробивается вниз и мы сейчас как раз таки возле линии поддержки осталось совсем не так уж и много времени прежде чем мы можем вот так скизануть и очень сильно упасть как вот здесь или даже посильнее а дальше там как рукой подать упасть до 20000 долларов с учетом такой ситуации которая у нас сложилась до фрс ужесточает политику и планирует ужесточать этот период может продлиться еще допустим где-нибудь в районе полгода прежде чем она переобуется и вновь будет так сказать на стороне рынка и рынок вдохнет полной грудью и будет уже расти из-за инфляции у людей сейчас с одной стороны денег нету приходится тратить много денег на обычные вещи на жизненные необходимые да сейчас электричество подорожало продукты и так далее и им как бы не до инвестиций с другой стороны это же инфляция должна людей у которых все-таки имеется определенный достаток которые не нищенствую да они все-таки будут думать над тем что же делать и даже если не хотели инвестировать криптовалюту будут вынуждены потому что все-таки уж больно высокая инфляция и ее надо чем-то перекрывать чем-то что дает намного больше дохода чем инфляция даже чем дорожает все у нас в мире и это может как раз таки заставить их переосмыслить и все-таки инвестировать здесь инь-янь что же нам необходимо чтобы все-таки bitcoin вырос конечно нам необходимо все-таки сломать вот эту систему зафиксируется выше где-то выше 50 тысяч долларов и только в этом случае тогда вот эта ситуация не минует она себя не отработает и можно уже со спокойной душой сказать что все пронесло все нормально мы будем дальше скорее всего двигаться вверх но вот именно на текущий момент ситуация конечно очень острая и конечно инвестировать сейчас на данный момент опасно но имеется ввиду без топов на все деньги если мы посмотрим то мы здесь видим как раз такие разворотную модель который как раз говорила о дальнейшем падении и очень хорошим знаком будет если все-таки сейчас текущая неделя закроется выше хотя бы 42 тысяч долларов и это будет все-таки намеком на то что мы возможно будем расти сейчас же ситуации до сих пор сохраняется в пользу падения как я ранее вам показывал у нас сейчас произошло пересечение среднескользящих да конечно это надвигается за ценой но все-таки определенно закономерность существует когда происходило пересечение оставалось не так много времени когда происходило как раз таки ликвидация и сейчас мы как раз таки на грани этого также по истории мы до сих пор не видим хороших объемов говорящий что начался новый восходящий цикл и мы как раз можем сильно вырасти даже в этом мини цикле когда мы выросли и даже после коронодампа в этих двух местах которые у нас были вот здесь и здесь вот этот рост сопровождался хорошими объемами обратите внимание какие у нас здесь были хорошие объемы подтверждающие что мы нащупали дно и будем россии и какие хорошие объемы у нас были здесь тоже подтверждающий что мы будем расти тишь чаши к сожалению не наблюдается этой ситуации и это намекает на то что мы все-таки будем дальше падать и возможно как раз таки мы вновь упадем к 200 среднескользящий она близка к реализованной стоимости они примерно на одном уровне находится это как раз где-то в районе чуть больше двадцати тысяч и вот сюда как раз мы можем и упасть вот у нас в прошлом когда все эти циклы заканчивались и наступал рост у нас было все одинаково у нас был вот такой нисходящий который пробивался да и мы летели вверх здесь пробились и мы летели вверх это было на всем протяжении и даже в тринадцатом году сейчас же ситуация к сожалению не такая сейчас ситуация все-таки как вы видите вот такой вот паттерн а вы знаете что такой паттерн все-таки пробивается вниз большей степени больше вероятности да это если более глобально рассматривать более локально у нас тоже паттерн который говорит о продолжении падения и это конечно все печально что необходимо нам увидеть как увидеть допустим разворот как я ранее сказал будет хорошо даже если свечка будет небольшой допустим вот такое но объема будут допустим вот такие это будет хорошим признаком о начале разворота что здесь как раз таки произошло накопление распределения да и мы будем двигаться вверх это будет хорошим звоночком в пользу продолжение роста даже если свечка не закроется выше пятидесяти тысяч а вырастет где-нибудь так но при этом будут очень хорошие объемы то это будет все-таки признак о развороте понятное дело что это не то что наука это не обязательно должно так произойти да и даже если вот эти объемы появится но все-таки как правило это как раз и сигнализирует о дальнейшем росте сейчас же к сожалению пока это не наблюдается но также мы должны понимать да что примеру если обратить внимание на месячный график то на месячном графике у нас здесь тоже не очень такая приятная картина здесь образуется двойная вершина которые пологих щей может пробиться вниз и мы можем упасть как раз таки далеко вниз что здесь можно попытать потредить здесь можно попробовать заходить в лон позицию вот здесь ставить стоп ниже но надо быть крайне осторожным потому что у нас любят ски за ночь и ваш стоп лосс легко может сработать но все-таки можно попытаться все-таки точка для входа довольно интересно да вот здесь это примерно в районе тридцать восемь тысяч с половиной 39 где-то вот здесь можно заходить в лон ставить стоп лосс ниже и рассчитывать что все таки не произойдет пробой вниз а мы полетим вверх вот сюда и можем забрать как раз этот рост если же все таки происходит пробоем и фиксируемся то в этом случае можно тогда наоборот зайти в шорт и рассчитывать на дальнейшее падение и стоп лосс наоборот ставить выше что же по поводу алькоинов смотрите если допустим биткоин хотя бы упадет вновь к своим минимум где-нибудь на 27 процентов то альты за это время могут посыпаться где-нибудь в районе пожалуй где-нибудь 40 процентов и с учетом того что они уже просыпались из-за вот этого падения плюс еще прибавьте до дополнительные 40 процентов и вы понимаете что будет в вашем портфеле те которые стаблокоинов они не очень понимает но хотя конечно из-за этого не стаблокоинах дело в том что есть очень такая интересная ситуация о котором кстати говоря рафаэль говорит но из-за жадности мы это игнорируем это то что допустим если будет рост и кто-то не зашел в этот лонг позиции он не теряет деньги он просто недо заработает он останется с тем что есть но и при этом как бы жизнь хуже от этого не стала но если примеру он зашел и все просила и в итоге у тебя пример вместо миллиона осталось где-нибудь там 300 тысяч то конечно жизнь от этого хуже стало и надо всегда это брать в расчет можно конечно предположить что вот это все это большое распределение внутри которую еще несколько распределений что мы возможно предположительно как-нибудь у так упадем где-нибудь сюда да потом оттолкнемся и потом пойдет и раз да возможно и такое но подстраховать конечно сейчас необходимо сейчас на мой взгляд обязательно надо работать со стопами и наблюдать для долгосрочный инвестор который уже приобретали здесь конечно сейчас особого смысла нет докупать потому что по сравнению с той ценой которую они покупали цена не сильно то особо и просила им стоит уже усредняться тогда когда биткоина пойдет где-нибудь 29 тысяч к тому времени алькоина как раз таки достаточно хорошо просядут по отношении к той цене которые они ранее покупали и это уже можно примеру совершить вторую покупку и смотреть потому что возможно даже упадем сюда и здесь уже совершить туда третью покупку у меня есть телеграм-канал и открытый vip телеграм-канал подписывайтесь потому что сейчас youtube все больше и больше появляется информации что будет блокировать да и в принципе там больше информации чем я выкладываю ютубе желаю всем профита инвестируйте деньги салон всем до скорой встречи